Сегодня в Архангельске открылась первая смена летних лагерей. Их посетят более трех тысяч юных северян. Впереди 18 дней отдыха. Александр Богданович посмотрел, как ребята проводят время в центре «Радуга». Какая ты грустинка, холодная крантинка, Хлопает глазами лево-вправо в потолок. Вот так с песенкой дети с утра готовятся к открытию лагеря в центре «Радуга» в Архангельске. Для начала ребята занялись стенгазетой. Там будет корзинка, и там будут торчать из нее всякие веточки с земляникой, с всякими ягодками, в общем, все ягодки. Интересное занятие? Да. Программа у детей насыщенная. Здесь они играют, рисуют и учатся оказывать первую медицинскую помощь. А другой отряд в это время отправился туристической тропой. Я бы хотела стать альпинистом и ходить в различные туристические путешествия и променять все навыки, которые я научился в этом деле. На тропе ребят ждали препятствия – параллельные перила, кочки и путанка. Эти упражнения для того, чтобы научиться работать со страховкой на сложной местности. Дольшее время уделяем вопросам безопасности, отработке различных навыков, для того, чтобы у ребят уже доходило до автоматизма какие-то вещи – работа со страховкой, пересечение сложных форм рельефа. А рядом другие воспитанники летнего лагеря учились ставить палатку. В туризме такой навык точно пригодится. Вот это положишь на землю, потом вставляешь вот эти вот спицы, потом тент натягиваешь, вставляешь еще одну спицу и потом все. Ничего сложного? Нет. В этом году в лагере при центре «Радуга» в двух отрядах отдыхают 50 детей. Программа очень интересная, насыщенная. То есть мы, конечно же, педагогами подготовили интересные мастер-классы, учебные занятия. То есть ребята будут включены в игру, конечно же, потому что самое главное – им отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений перед новым учебным годом. С 1 июня этого года в Архангельске открыто 55-летних дневных лагерей, которые расположились в 46 школах и 5 учреждениях дополнительного образования. Профили разные – туристические, экологические, волонтерские и спортивно-физкультурные. Всего посетят их 3770 детей. У нас во всех учреждениях проходят, во-первых, организаторы отдыха проводят самообследование, например, комплексной безопасности в рамках своей деятельности. Везде у нас существует пропускной режим. Видели, да, где-то есть у нас система домофон. Все учреждения практически оборудованы тревожной кнопкой со связью специальной. Впереди у этих мальчиков и девочек 18 беззаботных, но очень познавательных дней. Первый день – тому доказательство. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29.